Уже давно ходят слухи о том, что в 2024 году выйдет Windows 12, но официально это так и не подтвердилось. Однако в сопроводительных документах на сервере Microsoft Learn появилась официальная информация о том, что в 2024 году точно будет большое обновление Windows 11, 24H2. Оно выйдет как обычно осенью, и это будет самое крупное обновление в истории Windows 11, ведь в нем появятся революционные новинки. В то же время о Windows 12 тишина. Похоже в этом году не стоит ее ожидать. Именно такой порядок событий кажется самым логичным с точки зрения бизнеса. Windows 11 уже довольно стабильно, и крупные обновления только улучшат ее позиции по сравнению с Windows 10, которая еще используется на миллиардах ПК. Последние два крупных обновления заметно оптимизировали и ускорили Windows 11. Это хорошо было видно в наших тестах, так что выпускать сейчас новую сырую систему под новым номером довольно рискованно. Нам с вами также лучше, если это будут обновления уже знакомой нам системы, мы уже умеем с ней работать. Кстати, если ваша Windows еще не активирована официально, самое время приобрести свою лицензию. Самый надежный вариант – это магазин лицензий U-Laptop. Цены тут вполне доступные и качество лицензии высокое. Это не какие-то одноразовые ключи, а полноценный Windows Retail, которая будет закреплена за вашем ПК. Хотите 11-я версия, хотите 10-я. К тому же есть моментальная доставка и гарантия. Ссылочка в описании. А что нового ждать от Windows 11 24 H2? Вы уже знаете о самом главном новшестве – это внедрение искусственного интеллекта. Так вот, появится новая оболочка Windows Shell на базе ИИ, а также Каппайлот улучшится и выйдет на новый уровень. Мы ожидаем, что теперь компьютер будет реагировать на наши запросы в естественном виде и понимать их. Например, если мы попросим Windows найти и открыть документ, который мне прислал Андрей через Телеграм несколько дней назад, это должно быть воспринято и выполнено. Следующее, на что делает ставку Microsoft – это истории. Каппайлот будет вести историю того, какие документы открываются, какие программы запускаются и формировать временную шкалу. После чего пользователь сможет перематывать время назад и возвращаться к тому, что он изучал ранее. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. С одной стороны, это может быть полезно людям, которые что-то изучают с помощью компьютера. С другой, ИИ и Microsoft будут все больше и больше знать о каждом из нас. Конфиденциальность действует на компьютере под все большим вопросом. Для многих же это важно. Именно поэтому в программу ПК без проблем я добавил несколько новых функций по чистке и сохранению конфиденциальности. Добавлена чистка истории просмотра файлов и открытия программ в реестре, а также еще больше чистки различного кэша и мусора. Подписывайтесь на канал, а также в Telegram, чтобы следить за новостями программы и скачивать ее для чистки и ускорения своего компьютера. Функции по чистке тут абсолютно бесплатны, как и обновления. Какие еще функции появятся в Windows 11? Microsoft обещает улучшенную технологию апскейлинга Super Resolution. Она должна масштабировать изображение в видео, играх до большего разрешения экрана с минимальными потерями производительности. Еще одно обещание – улучшенный режим экономии заряда аккумулятора. Ноутбук теперь должен держать заряд в таком режиме на 50% дольше. Ну и конечно, Windows будет приобретать все новые и новые фишки в оформлении и интерфейсе. Появится плавающая панель задач, а системный трей можно будет разместить в верхней части экрана. Не пойму, почему этого нельзя было сделать раньше, как это было в десятке и ранее. Еще мы увидим, что любые обои рабочего стола можно будет превратить в трехмерные с эффектом параллакса. Вот такие новости, друзья. Напишите ниже ваши комментарии к ним, а также вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы в следующих видео. А я продолжаю работать над программой и прокачивать ее возможности. До новых встреч в эфире.